Если мужчина давно в семье потерял свой сознательный принцип и от этого страдает его жена и дети, то что поможет ему спасти себя и его близких? Если он это осознает сам, то тогда он должен попросить помощи у мужчины, у своего наставника, который не просто двигает ему какие-то общие лозунги, а реально, то есть настоящий наставник, который понимает мужскую дхарму и может помочь мужчине восстановить свое сознательное начало. Потому что бывает, что мужчина ломается. Дело в том, что женщины прочнее, чем мужчины, хотя мужская природа считается сильной стороной половины человечества, но на самом деле эмоционально мужчина слабее, поэтому если возникает серьезная проблема, которая выходит за пределы опыта мужчины, он может сломаться эмоционально, то есть он теряет веру в себя, он теряет веру в свои возможности служить семье. И это очень опасная ситуация, потому что обычные люди, материалисты, они решают эти вопросы через алкоголь, через какие-то такие вещи, а преданному более сложная ситуация может быть еще хуже даже. То есть человек может просто перейти в такое состояние очень подавленное. В любое общение должно быть мужское братство, то есть должны быть мужчины, которые помогают друг другу и поддерживают друг друга. Тогда мужчины становятся сильными, потому что сейчас мужчины слабы по той причине, что в обществе нет вот этой вот мужской культуры ответственности, вот как поддержки друг друга. Обычно мужчины, когда собираются, там просто потусить, там сходить в баню, там просто, значит, как-то, ну, поплакаться друг другу в жилетку, там, ну, там что-то такое вот, рассказать друг другу, да, ну, вот чтобы мужчины могли друг друга поддерживать, как бы, да, чтобы один открыл друг другу свое, открыл друг другу сердце, а другой дал ему поддержку, это редко встречается. Потому что у мужчины сейчас такая анартха ей, что они должны быть крутые, то есть они должны быть сильные, вот, а на самом деле сила, она приходит из признания своей, ну, как бы, слабости, причем не такого, как бы, признания, безответственного признания, а признания слабости, как стремление улучшиться, да, стремление перейти на более высокий уровень. Поэтому если у мужчины такое качество, есть такая позиция, точнее, это же не качество, у него нет проблем в том, чтобы поделиться какими-то своими, значит, трудностями, да, с мужчинами, и получить с их стороны какую-то поддержку и знание о том, как действовать и как решать те или иные вопросы.